Близнецы, и снова здравствуйте, меня зовут Ева Лехцер, рада вас снова приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу вам предложить терроскоп на август 2018 года. Расклад вам покажет общую атмосферу месяца и события, которые наиболее вероятно отыграют в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И Арканы дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести этот месяц. Ваша задача расслабиться, откинуть все посторонние мысли, проговорить свое имя, дату рождения, для того, чтобы лучше настроиться на расклад. Безусловно, расклад однозначно проиграться не может для всех, так как он выполняется для широкой аудитории. Поэтому многим из вас необходимо смотреть расклады не только по своему знаку зодиака, но и по знаку своего асцендента в натальной карте. Итак, общая атмосфера месяца. Какие события у вас произойдут в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Ну, это ситуация, знаете, когда эмоции через край, потому что перевернутая двойка кубков, во-первых, это карта из сомнений и неуверенности в себе. Это какая-то повышенная конфликтность с близкими, с друзьями, с подругами, либо в целом с родственниками. Перевернутая двойка кубков часто еще указывает на саму ситуацию, знаете, как нежелание уступать, не идти на компромисс. Это, знаете, такое постоянное выяснение взаимоотношений. Но она не теряет полностью своего позитивного значения. Почему? Потому что она всегда говорит о временных затруднениях. Это отсрочки, либо дополнительные незначительные проблемы. То есть с позиции событий Арканск это указывает либо на ревность и подозрение в неверности, неискренности. Либо это может быть рассогласованность в коллективных действиях. Либо это неудовлетворенность своими или чужими действиями. Но иногда еще карта может указывать на ситуацию разлуки. Неважно, какой-то вынужденный, да, либо обусловленный, но тем не менее может проиграться и так. Что вас ожидает в плане работы? В плане работы перевернутый паш Пентакли это указывает ситуацию на недостатку вашего опыта, проницательности. Необходимо оттачивать мастерство, которое вам позволит закрепиться на своих позициях, достичь какого-то благополучия, ситуации карьерного роста. Если, например, на текущий момент вы безработные, обратите внимание на то, что вы претендуете на то, к чему у вас либо нет задатков, либо нет способностей. Ну в каком контексте? Ну, например, вы бухгалтер, да, претендуете на начальника экономического отдела. Ну вот, утрировано, но вот по факту, да, то есть вам тут не хватает мастерства. И вот паш Пентакли в перевернутом положении говорит о том, что вам необходимо это оттачивать и восполнять для того, чтобы чего-то добиться. Если с позиции финансов, с позиции финансов у вас перевернутая девятка Пентакли. Карта материальных потерь. По какой причине? Либо, вот как я сказала, да, это могут быть вложения в какие-то курсы, какие-то мероприятия с целью повышения вашей квалификации. Либо же здесь может пройти потеря финансов из-за отсутствия вашего, знаете как, из-за неопытности. Ну, например, на работе там что-то заполняли, какие-то документы, сделали что-то неверное, но как следствие потерпели какие-то штрафные санкции. Это как вариант. Если же это не касается рабочих моментов, то перевернутая девятка Пентакли. Давайте дотянем все-таки. В какой сфере будут касаться эти потери? Чем они будут обусловлены? Так, надо потерять и будет касаемо семьи. Это все вложения будут связаны с семьей. Возможно, какие-то тут семейные разногласия по поводу финансовых трат, либо, знаете, как я говорю, закрыть какие-то семейные долги. Например, долги вашего супруга, либо супруги, либо помочь финансово близким. И знаете, вот в этом месяце, как говорится, карман будет пуст по причине вашей помощи своим близким. Так, что вас ожидает в плане здоровья? В плане здоровья перевернутый паш кубков. Ну, во-первых, вы слишком эмоциональны. Это раз. Карта однозначно указывает на ситуацию, знаете, когда эмоции бьют через край. Причем настроение, которое у вас постоянно идет переменчиво. То хорошо, то плохо. То плачете, то смеетесь. И это, знаете, еще иногда часто проигрывается, как тяжело протекающие детские болезни. Ну, например, подхвати либо от своего ребенка, либо от знакомого, там, свинку, ветрянку, кори, в таком духе. Потому что паш кубков – карта детских болезней. И здесь, это, знаете, просто какие-то вот неврозы, либо карта стрессов. Ваши глубокие эмоциональные переживания. Возможно, из-за финансовых трат, связанных непосредственно с вашими близкими, с вашей семьей. Что вас ожидает в плане личной жизни? Так, рыцарь жезлов. Ну, по рыцарю жезлов, это, знаете, такой товарищ, как я говорю, молодой, страстный любовник. Паш жезлов – это, в целом, карта непривычного формата взаимоотношений. Тех, которых у вас никогда не было ранее. Ну, например, если вы никогда не состояли в любовном треугольнике. Вот вероятность таких отношений. Либо это отношения с мужчиной, который младше вас. Для мужчин это, наоборот, может проиграться отношения с женщиной, которая старше вас. Ну, и так далее. То есть, то, что вы ранее для себя считали, возможно, либо неприемлемым, либо не были на это согласны. В целом, на текущий момент, если вы сейчас находитесь вне отношений, паш жезлов может указывать на знакомство по переписке. Что тоже, скажем так, возможно. Если вы на текущий момент состоите в отношениях, это попытка внести что-то новое в ваше отношение. Либо же поддерживать ваши отношения в большей степени посредством созвона, либо переписок. Вот, возможно, здесь как раз отыгрывается вот это вот расстояние и разлука. Так, ну и в плане совета. Так, ну вот видите, все-таки отыгрывается здесь вот ваша разрукла, ваш разрыв, потому что здесь падает у нас перевернутый и влюбленный аркан. Перевернутый и влюбленный. Ну, это сама по себе ситуация либо любовного треугольника, либо ссоры, либо разрыва взаимоотношений, либо же просто, знаете, разлука по непредвиденным обстоятельствам. Да, то есть такое тоже бывает. Не знаю, там уехал любимый человек, например, на заработки, вы могли уехать на учебу, вы могли уехать на работу. То есть причин масса, по которым может состояться в целом эта ситуация. И вот с позиции совета, как говорит аркан, здесь необходимо сделать правильный выбор. Почему? Потому что это аркан, это карта выбора. И здесь самое главное не упустить возможность наладить отношения, либо поддерживать отношения. Потому что карта говорит о том, что вам предстоит взять выбор, который для вас будет, знаете, как испытанием воли. Потому что вами может править чувство, которое будет толкать вас на уступки. В других ситуациях, например, вы бы таких уступок не сделали. То есть не забывайте по этой карте, что нерешительность, она для вас может быть более пагубна, чем неправильный выбор. Вот такой у вас вышел расклад. Что могу вам сказать? Будут какие-то события, которые будут такой красной нитью проходить через этот весь месяц. Касаться это все-таки будет взаимоотношений, либо отношений с семьей. Но сказать, чтобы месяц был совсем значимым, либо каким-то, знаете, переломным в вашей жизни, нет. У вас здесь всего один старший аркан, поэтому таких вот кардинальных переменных событий у вас здесь не предвидится. Вот таким вышел расклад. Благодарю вас за внимание. Тех, кого интересуют консультации индивидуальные на платной основе, мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер и до новых встреч!